Более 170 тысяч сообщений о домашнем насилии поступило в национальную полицию в этом году. Это на треть больше, чем в прошлом. Наихудшая ситуация на Донбассе. По словам правозащитников, боевые действия сильно обострили проблему. Социальные службы на линии соприкосновения не работают эффективно, и жертвам домашнего насилия часто просто некуда обращаться. Тему продолжит Татьяна Блинова. Вот это было на следующий день после того, как мы убежали с дому. Это было ночью, мы убежали, и вот это на следующий день. Мы все просто уставшие, замученные. Оксана Мамченко с детьми убегала из собственного дома через окно, когда пьяный муж начал их избивать. Мне настолько не хотелось жить, что да, если бы у меня дети, я, наверное, вообще бы не хотела бы с собой покончить, да и все. Оксана из Краматорска, у нее 12 детей, самой младшей 4. С мужем-тираном прожила 18 лет. Когда начал бить, надеялась, что он изменится. Потом боялась остаться с детьми одна. Но после начала боевых действий на Донбассе ситуация стала невыносимой. Раньше он работал сантехником. После войны руки, я так понимаю, опустились, и он начал только пить. Только пить и нас терроризировать. Если бы я это понимала, что все будет хуже, то я бы, конечно, раньше от него ушла. Только за последние три года уровень домашнего насилия вырос почти в два раза в Донецкой и более чем в три раза в Луганской областях, утверждают правозащитники. Ситуация на сходе Украины, власне, збройный конфликт, истотно загострил проблему домашнего и сексуального насильства щодо женок. Власне, про то, что мы доследили и довели, что чинное законодательство и государственные институции не работают эффективно и не надают належной допомоги пострадалим особам. Ежедневно на горячую линию службы доверия в Славянске поступает в среднем 15 звонков от жертв домашнего и сексуального насилия. Ситуация с насильством щодо женок на линии размежевания е критична. Наряды полиции могут ехать близко годины на выклики и могут женщины, которые туда возвращаются, просто не дожить до того часа, когда полиция приедет. В сентябре президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по предупреждению противодействию домашнему насилию. Главное, говорят в национальной полиции, не молчать. То есть сразу на месте полицейский может на 10 суток ограничить общение жертвы и агрессора. В случае неповиновения последнего сотрудники полиции вправе применить силу. При повторном нарушении закона наступает уже криминальная ответственность. Татьяна Блинова, Дмитрий Борщ, Киев, твой дом.